Бывает, что в посложном списке киноактера значится немало работ, но зрители помнят его по единственной роли. А кто-то попал на съемочную площадку случайно и, блеснув один раз, не захотел продолжить карьеру, а кто-то не смог повторить предыдущий успех. Давайте узнаем, что стало с известными советскими актерами, которых зрители запомнили по одной роли. Игорь Киблушек В 1982 году режиссер Светлана Дружинина взялась за экранизацию опереты Кальмана «Принцесса цирка». На главную роль она планировала пригласить знаменитого Мариса Лиепу, для чего и приехала в Большой театр. И тут произошла поистине чудесная история. Зайдя в антракте в буфет, Дружинина увидела красивого молодого человека и тут же поняла, что мистера Икса должен играть не Лиепа, а именно он. Игорь Киблушек, гражданин Чехословакии, в то время учился в МГИМО и в будущем планировал стать дипломатом. Предложение сняться в кино он поначалу всерьез не воспринял, но Дружинина умела убеждать. Чтобы Игорь не отстал в учебе, сцены с его участием снимали поздно вечером. Студенту было нелегко, но образ таинственного аристократа удался ему как нельзя лучше. Правда, после выхода картины Игорю пришлось перебраться из общежития на съемную квартиру, так как его повсюду атаковали поклонницы. Игорь Киблушек, на днях отметивший свое 65-летие, живет в Праге. После распада Чехословакии он оставил карьеру дипломата и занялся бизнесом. В кино больше не снимался, несмотря на многочисленные предложения. Киблушек счастлив во втором браке, имеет троих сыновей. Елена Метелкина Успешная манекенщица Елена Метелкина попала в кино благодаря своей неземной внешности. В самом начале 80-х режиссер Ричард Викторов искал девушку, которая смогла бы исполнить роль инопланетянки Нии в его новой фантастической картине «Через тернии к звездам». Ни одна из профессиональных актрис не годилась. Лицо бесполой представительницы внеземной цивилизации должно было быть совершенно новым и необычным. После выхода картины на Елену обрушилась слава. Но, увы, других интересных ролей в ее жизни не случилось. Амплуа инопланетянки приклеилась к Метелкиной навсегда. Зрителям запомнилось разве что ее Полина в гости из будущего. Разочаровавшись, Елена пробовала себя в разных сферах деятельности, но нигде не задерживалась надолго. Несколько лет назад она вспомнила о давно заброшенной профессии модели и согласилась стать лицом бренда одежды для женщин элегантного возраста. Сегодня Елена Метелкина, которой в октябре исполнится 70, работает в церковной лавке, поет в хоре и изредка появляется на экране. Замужем она побывала лишь один раз и крайне неудачно. От брака у нее остался сын. Игорь Красавин Игорь Красавин, сыгравший принца Патрика в романтической сказке «Не покидай», в начале 90-х был почти так же популярен, как Виктор Цой. Об этом свидетельствовали результаты опроса популярного журнала «Советский экран». А ведь десятиклассник из Минска вовсе не думал связывать свою жизнь с кинематографом. Режиссер Леонид Нечаев случайно увидел Игоря в метро и сразу решил, что этот фактурный парень как нельзя лучше подойдет на главную роль в его новом фильме. Родители Игоря были не в восторге от неожиданного предложения, но парень решил попробовать. Поначалу ему пришлось туго из-за излишней застенчивости и неумения раскрепоститься, но в итоге все получилось. Предложения от режиссера всыпались как из рога изобилия. Однако принц поступил в политехнический институт и потом трудился в строительной сфере, оставаясь все таким же скромным и непубличным человеком. Женился он на девушке, с которой познакомился на студии во время съемок. В молодой семье родилась дочь. К сожалению, Игорь Красавин прожил всего 38 лет. Умер он от аневризмы, пролежав в коме несколько дней. Александр Михайлов В 1984 году на экраны вышла музыкальная комедия Марка Захарова «Формула любви». Образ молодого помещика Алексея Федяшева исполнил Саша Михайлов. Парень с детства мечтал стать актером, готовился, занимался в театральной студии. На первых курсах «Щуки» он уже начал сниматься в кино, например, сыграл юного Ломоносова в телесериале. После получения диплома Александр выступал на сцене «Центрального тюза». Роль в «Формуле любви» прославила начинающего актера. Казалось, теперь его карьера пойдет в гору. Каково же было разочарование поклонников, когда Михайлов после женитьбы на актрисе Елене Черняк неожиданно решил уйти из кино. Ему на тот момент было всего-то 26. Оказалось, супруги твердо решили посвятить себя Богу и устроились певчими в сельский храм, а затем перешли к сольным выступлениям. Исполняли песни духовного содержания. Они стали лауреатами многих фестивалей, выпустили несколько альбомов. Позднее Александр и Елена, вспомнив о своей первой профессии, начали ставить спектакли. Михайлов говорит, что ему не стыдно за свое прошлое, а роль Алеши оказалась автобиографичной. Его герой был таким же витающим в облаках, но затем пересмотрел жизнь, повзрослел. Павел Луспекаев Павел Луспекаев родился в 1927 году на Дону. Совсем юным он ушел на фронт, был ранен, отморозил ноги. После войны Луспекаев окончил училище имени Щепкина, работал в разных театрах, но в итоге остановился на ленинградском БДТ. В середине 50-х актер появился на экране, правда, роли ему доставались незначительные. А дальше дали о себе знать отмороженные на фронте ноги. Пришлось ампутировать сначала пальцы, а затем и стопы. Став инвалидом, Павел не мог даже предположить, что главная его роль еще впереди. В 1968-м режиссер Владимир Мотыль предложил Луспекаеву сыграть таможенника Верещагина в новой картине «Белое солнце пустыни». Поначалу Мотыль планировал снять лишь пару сцен с Верещагиным, но Луспекаев играл так восхитительно, что режиссер предоставил ему возможность импровизировать в волю. Павел Борисович наотрез отказался от костылей и изобрел специальные вставки в сапоги, позволявшие кое-как ходить. Ноги болели невыносимо, но в памяти коллег он остался неунывающим шутником. Луспекаев совсем чуть-чуть не дожил до своего 43-летия. Причина смерти – разрыв аорты. После премьеры «Белого солнца» прошел всего месяц. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, и поделитесь им с друзьями.